На одной волне с городом. Радио. Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Доброе утро, уважаемые слушатели. Программа Добро пожаловаться. И с нами на прямой связи Сергей Сидорко, председатель кооператива БАК-2 и Центра консультации собственников квартир. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Также я понимаю, что он с нами на прямой связи Айбарс Гонтарев, бывший руководитель Риги Снаму Парвалдникс. Обращаю ваше внимание бывший, потому что он может рассказать о работе, проконсультировать, но тем не менее сейчас за работу Риги Снаму Парвалдникс господин Гонтарев не отвечает. И у нас телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вы можете звонить, задавать вопросы, интересоваться, жаловаться, консультироваться по всем каким-то проблемам коммунального хозяйства, которые вас волнуют. И если вы не можете дозвониться или какая-то причина другая, вы можете писать нам в WhatsApp. Номер тоже очень простой, 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1. И ваши вопросы мы обязательно озвучим, те, которые приходят вот к нам по WhatsApp. Итак, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Линии свободны, вы можете дозваниваться, задавать вопросы. Пока у нас есть свободное время, мы можем, может быть, поговорить действительно о насущных делах. Вот в прошлый раз мы говорили о том, что, наверное, главное, чем нужно озаботиться, это подготовкой к ремонтам, текущим ремонтам этого года и как это делать. Что еще вот на повестке дня, самые какие-то актуальные, может быть, вопросы, которыми стоит озаботиться жильцам? Ну, как мы уже говорили, это подготовка к отопительному сезону. Несмотря на то, что тепло только наступает, то уже надо очень серьезно думать о том, чтобы привести в порядок крыши после зимней эксплуатации, конструкционную часть здания, где, может быть, появились трещины, нарушения гигантизации и так далее. Ну, привести в порядок систему отопления, ну и думать о том, чтобы улучшить условия жизни и в том числе и модернизировать свои дома. Сейчас у нас звонок поступил. Здравствуйте. Алло, доброе утро. Господин Сидорко, вот у меня такой вопрос. Значит, Ориго Суден стали ставить другие счетчики на входе в домах. А это связано с потерями воды. Значит, все-таки не зря в адрес Ориго Суденса это претензии. Значит, возможно, это их вина. Спасибо. Я бы ответил на этот вопрос так. Ориго Суденса начал ставить другого типа счетчика. Они более надежны в протяжении времени. То есть было замечено, что те счетчики, которые стояли до этого, ну, через полгода, год, они могли начинать давать очень большую погрешность. Чем не было сказано, что только в одну сторону в пользу жителей. Нет, они, погрешность шла и туда, и туда. То есть они не были, ну, скажем так, в порядке длительного времени не были пригодны для эксплуатации. Сейчас Ориго Суденса пошла на установку другого поколения счетчиков. Они более дорогие и, по идее, должны быть сохранять свои точностные параметры на более длинные двигатели. Это взамен идет плановое. Ничего такого особенно революционного я не вижу, потому что погрешность по показаниям... У меня нет сведений, что только вот Ориго Суденса виноват в том, что у нас большая разница показаний. Бывает и так, и так. Я, наверное, могу чуть больше рассказать про все это, так как я был инициатором того, чтобы разница по показаниям вообще не была как таковой. Такую цель себе поставил в течение пяти лет в Риге, в домах РМП, чтобы разницы по воде не было. Для этого что было нужно? Для этого было нужно, чтобы в одной счетчик, в большой Риге Суденс, и индивидуальный счетчик, они были в электронной среде. Такой, иной, какой-то. Но чтобы они переслили с этой мануальной среды, которая есть сейчас, в электронную, дигитальную. И чтобы они считывались одновременно. Это была моя цель. И первым экспериментом было, по-моему, если не помню правильно, 15 домов, которые Риге Суденс поменяла. Но сейчас Риге Суденс выступает, и их действие ускорило решение пытаться. Который сказал, что действительно, что там счетчики и в одну, и в другую сторону. Сказать, что только виноват Риге Суденс, ну, в этой общей системе, в общем, в общей сложности вопроса нельзя. Но это шаг в правильном направлении. То, что на данный момент не решено, слушатели, наверное, поймут, что при ремонтах часто, скажем так, где-то в трубах попадали какие-то чуть-чуть грязи. Они блокировали показания счетчиков. Из-за этого это был один из тех аспектов, почему могли не совпадать показания. Сейчас это будут ультразвуковые счетчики, которые будут как бы игнорировать этот фактор, и там уже грязь не попадет. Но! Здесь есть один большой но. Эта грязь, которая во время каких-то ремонтных работ все же попадает в трубы сейчас, они пройдут дальше. То, как там какого-то механизма в этой трубе, в которой вот сейчас будет новый счетчик, нового образца, там нет. Из-за этого вопрос, каким образом сейчас нужно думать, ставить какой-то определенный фильтр, который не будет допускать эти механические частички дальше в наши индивидуальные счетчики. То есть здесь следующий комплекс. Сейчас должны выступать уже домоправления с владельцами квартир, потому что я считаю, что нужно, раз уж Рига Суден создает инфраструктуру, при которой они ставят свой уводной счетчик, который уже будет электронно считываться, тогда нужно к этой электронной системе уже рассматривать варианты, как подключаться всем домам и уже заканчивать. Вот так же, как я ставил цель, там в течение пяти лет, в Риге просто закончить проблему с показаниями и с этой разницей в воду. Это возможно, это реально. Просто нужно делать. У нас следующий вопрос. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Да. Доброе. Пожалуйста, говорите. Пожалуйста. А, сорвался звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Господин Гонтарев. Такой вопрос. Значит, Рига Суденс, предположим, поставит более совершенные счетчики. Но, чтобы это было все, так сказать, окей, должны быть подобные счетчики поставлены в квартирах. Это очень дорого. Пусть Рига Суденс поставит бесплатно по квартирам. Так же, как нам сделали электротыклы, которые, значит, за свой счет сделали нам счетчики, которые снимают показания и передают без нашего вмешательства. Спасибо. Спасибо. Да, вы абсолютно правы. И это, наверное, было бы в том числе и честно. Потому что, например, если смотрим на Латвэнерго, они переходят на дигитальное учитывание потребления. И мы знаем, что там нету разницы, что эти счетчики стоят в лестничной клетке. Они все учитываются дигитально. И мы рассчитываемся с Латвэнерго, с Адлэстикл, с Электром и так далее, за электричество. Мы рассчитываемся каждый сам за то, что мы потратили непосредственно. Не скрою, что буквально пару месяцев обратно проходил конкурс на председатель Рига Суденс. Я подавал тоже свою заявку. И моя программа именно такая и была. Чтобы вот похоже как на Латвэнерго, чтобы каждый из жителей мог бы рассчитываться непосредственно и игнорировать в одной счетчик. Потому что здесь нужно уже принять это решение, по какому из счетчиков мы определяем потребление по индивидуальному, который стоит у нас в квартире, или по большому, который стоит в доме. То есть здесь как-то нет логики, что существуют параллельно две учетные системы, и мы пытаемся и все время синхронизировать. Я считаю, что окончательный потребитель не дом, как это удобно в коммунальной сфере, а конкретный владелец квартиры. У него есть счетчик. Вопрос дигитализации. Он открыт, и его можно решить в денежной среде. Тем не менее, даже в прошлой неделе встал в силу изменения в гражданско-процессуальном законе, который гласит о возможности попадания в квартиры. Но он пока, этот закон, правда, гласит в тех случаях, когда какие-то аварийные ситуации. Но все же такие изменения уже есть. Это была тоже одна из проблем и аргументов поставщиков коммунальных услуг, что мы же, мол, не можем попасть в квартиры никаким образом. То есть закон тоже, законодатель пошел уже шаг вперед, чтобы каким-то образом смотреть в эту сторону. Да, это можно сейчас взвешивать, это правильно или неправильно, но вот моя идея была, чтобы мы рассчитывались идентично по воде, как и мы рассчитываемся про электричество. Я бы только здесь немножко добавил, что, во-первых, уважаемые радиослушатели, ничего бесплатного не было. Поэтому, если вы говорите о том, чтобы Вига Суденс поставила счетчики за свой счет, это означает, ваше фраза о том, пусть нам увеличат тариф, мы оплатим установку этих счетчиков. Давайте будем совершенно предельно точнее. Вига Суденс вам тут же ответит, что сейчас у него таких средств нету, и средства находятся в вашем кошельке. Второе, насчет вот этого централизованного учета и распределения воды, здесь есть одно такое «но». Техническое состояние внутри домов очень разное. Где-то разница возникает из-за того, что не точный учет, а где-то из-за того, что течет. И вот в этом случае централизованный тариф без этой разницы по конкретному дому на сегодняшний день мне кажется немножко ранним решением. Потому что нет гарантии, кто-то будет выпускать воду на улицу, а оплачивать будут все соседи рядышками. И скоро. Поэтому здесь надо совершенно четко иметь стандартное состояние водопровода, добиться его исполнения, и тогда можно переходить к этому. У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос к господину Гонтареву. Скажите, пожалуйста, вот уровень квалификации обслуживающей компании Силтум-сервис чрезвычайно низкий. Вот что осень, что весна. Практически у них нет регулирования тепловых узлов по температуре наружного воздуха. То есть пределы. Если температура воздуха, допустим, выше 10 градусов, отключается тепловой узел. Вот пример вчерашний день. 20 градусов на улице. Отопление работает. Звонишь диспетчеру, диспетчер говорит, вы недостаточно квалифицированы. Вы не понимаете, что тепловой узел должен работать, да? И он отключится только когда вот все отопление отключено. Понимаете? Вот такая неквалифицированная работа как диспетчерской службы, так и самих специалистов, которые вместо того, чтобы регулировать, отладить тепловой узел до нужных параметров, они перевели сейчас это на ручной режим. Они гордятся тем, что они удаленно могут по звонку жителей закрыть тепловой узел. Понимаете? И вот это уже продолжается несколько лет. Доколе еще мы будем терпеть вот такое отношение к абонентам со стороны Силтум-сервиса. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, свой адрес. Ой, тут, слушайте, разъединилось, к сожалению. Тогда будьте добры, просто напишите на радио, и Олег передаст адрес вашего конкретного дома. Вызывают, только я хотел бы, может быть, немножко технически пояснить. Все тепловые узлы регулируют подачу тепла в зависимости от наружной температуры. Стандартная настройка это при 15 градусах на улице отличается тепловой узел. Это стандартная настройка, ее можно... В чем проблема еще одна, которая существует? Это проблема в том, что в такие переходные моменты тепловой узел уже отключился, а тепло-то в доме осталось, и батареи теплые, и они остывают в течение полутора-двух часов. Вот этот период, когда уже жарко, тепловой узел выключился, но еще не остыли батареи, обычно вызывают претензии. Это первое замечание, которое я хотел сказать. Второе, насколько я знаю, система наблюдения для телеметрии, она не связана с тем, что там можно отключать теплоузел, она связана с системой контроля удаленного, чтобы своевременно заметить неполадки в тепловой узле. Поэтому здесь надо очень четко разбираться, что за проблема у вас в доме. У вас может быть еще и еще один момент. В одной квартире очень жарко, в другой квартире очень холодно. Это тоже надо учитывать. Скажем, рано по утру пятым этажам солнышко светит, кажется, что надо отключать, а первым этажам в этот момент хочется еще немножко провериться. Этот фактор тоже надо учитывать. Спасибо. Своей стороны, чисто доктор лично. У меня два вопроса. По счетчикам, например. Неучтенка это. Сколько счетчики стоят? Неучтенка один раз был, один месяц, 33 евро, неучтенка только, да? И каждый месяц 5 евро минус мне, да, за неучтенку. Дело в том, что я пожилой человек, и депрессия, и знаете, какой у меня потрата воды? Руки помыть, посуду помыть, да? И представьте, я плачу какие-то тарифы там удвоенные. А второе, когда начнут что-то делать во дворах? Вот господин Сидор, как говорил, ставьте бордюры. Да тут бордюры не проблема. Машины переезжают вот пешеходную эту дорожку, что около подъезда, да? И уже какое расстояние от дома, от стен дома? Теперь эти пиротехники жгут машины. Если вот зажгут под окнами эти машины, что это будет? Прямо на газоне. Газоны превратили в болото. Вот Грегоры 4. Когда будут восстанавливаться газоны? Завезут какую-то землю и посеют какую-то травку. Ведь все это в договоре учитывается. И дело в том, что дворника тут раз, два раза в месяц видим, а суеты никакой весенней, да? Спасибо большое. Ну, насчет машин на газонах очень просто. Когда машина на газоне, вызывайте полицию самоуправления. их накажут. Пока вы будете ждать, что кто-то придет и вызовет вам полицию, ну, скорее всего, машина уедет. Это вопрос решаемый именно таким образом. Относительно разницы по воде, стоимость счетчиков, ну, до 50, один счетчик со всем оборудованием до 50 евро. Так, я тогда следующий принимаю звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Я хочу продолжить тему воды, нескончаемая тема. Мой вопрос состоит из двух частей. Первая загадка, а вторая часть хочу поделиться маленьким опытом по итогам установки так называемых электронных счетчиков на общедомовом счетчике. Первая часть. Я недавно, буквально в пятницу уже выяснила такой момент. Наше потребление воды, вернее, показатели потребления холодной воды на общедомовом счетчике за год прыгнули на 50%. За год. Счетчик осенью должен меняться. Как можно оценить это на 50%. Вторая часть, сразу скажу, мы посмотрели потребление воды в наших коммунальных счетах и оказалось, что в первый же месяц после установки электронного счетчика наше потребление воды в коммунальных счетах прыгнуло на 50%. Было 158, стало 234. Первый месяц. Во второй месяц вернулось к меньшей сумме, но опять-таки количество было самое большое за полтора месяц. А на самом деле это может быть 28 дней, быть 25 дней, а может быть 32 дней. Там период снятия показаний счетчика. Во-вторых, это говорит только о том, что поставил более точно счетчик до этого, видимо, оно слегка не туда крутится. Больше ничего сказать нельзя, потому что счетчики ставятся верифицированные, достаточно точные, и первые полгода они, как правило, не искажают показания. Следующий момент, возможно, произошли изменения в составе жильцов. Ваше потребление могло измениться из-за того, что там более активно пользующиеся водой жильцы появились. Это тоже может сказаться. Такие объяснения могут быть. Хотя дальше надо смотреть, что будет происходить. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, с телефона Здравствуйте. Добрый день, я еще раз побеспокою вас. Господин Сидорко, вы вполне квалифицированно ответили по поводу системы отопления дома. Однако, поверьте, я достаточно квалифицированный специалист для того, чтобы определить это. И следующий момент, если в 9 часов вчера вечера система отопления работает как при нулевой температуре, то, извините меня, даже неквалифицированному специалисту понятно, что система автоматического регулирования не работает. Господин Гонтарев, вы просили адрес регонт с ГАТУА-6, вы прекрасно знаете этот адрес. И знаете, что там достаточно квалифицированные люди сидят. Так что, это не случайность, это не первый раз, это не единожды, а это система, и не только в нашем доме, но и в других домах. Поверьте, у меня есть коллеги, которые живут в других домах и подтверждают то же самое, то, что и в моем доме. Это система, система, которая определилась в результате того, что вот силтом сервис подходит к этому вопросу крайне неквалифицированно. Или, я надеюсь, извините, я скажу по-другому, или недостаточно финансируется этот вопрос. Такое тоже возможно, и я бы добавил так. Может быть. И вы недовольны силтом сервисом. Милочка, вот давайте так, вот вы недовольны силом сервисом. Вы квалифицированный человек, понимаете, видите, очевидный вред, который там финансовый, который наносит такая работа. Почему вы не меняете компанию? Вот почему надо звонить и говорить, вот там они плохие? Есть квалифицированные компании, которые занимаются обслуживанием таких теплоузлов. Смените компанию. У вас есть такое право. Да, вы знаете прекрасно, что такое? если я перебиваю, я постоянно могу сказать только одно, вы можете пять лет звонить на радио, можете пятнадцать, можете очень аргументированно выступать, но если эта компания по-вашему не справляется, сегодня рынок сменит? Ну, по крайней мере, я знаю, я знаю мнение даже самого Парвелдникса о том, что они не удовлетворены работой. Так, если не удовлетворены, решайте вопрос. Почему Парвелдникс не решает этот вопрос? Почему за счет жильцов надо решать этот вопрос? Не, ну вот вы понимаете, вы постоянно говорите, пускай кто-то решит мой вопрос. Вот я прошу прощения, поменяйтесь, вы на рынке, вас же никто не заставляет покупать уступы в Виге с новым полном. Вы же прекрасно знаете, какой процесс взятия другой обслуживающей компании. Но порядка трех тысяч домов в Виге на сегодня этот процесс прошли. Что мешает вашему вводу стать 2001-ю? Я, господин Сидорка, я постараюсь встретиться с вами и предложить вам взять наш дом на обслуживание. Разумеем легко. А в ваших домах у меня хорошее впечатление. Хорошо. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Давайте успокоимся, потому что заявка поступила, попытаемся разобраться по конкретному дому. Но слушатель прав, ну и Сергей прав, и слушатель прав. Сергей говорит, вот давайте берите все в свои руки и действуйте. здесь Сергей прав. Слушайте, тоже прав отчасти, что РМП тоже должен работать. Конечно, когда я пришел на свой пост, передо мной уже стоял подписанный договор с силдом сервисом и начался этот первый кошмарный отопитель сезон, где было очень много заявок, и, к сожалению, я лично ездил по домам и пытался разруливать все те проблемы, которые возникали. Потом уже эта работа перешла по более планированной, и были ежемесячные нас собрания со всеми бригадирами, которые есть в силдом сервисе, чтобы я знал по местам, что, где происходит. И, ну, это тоже такая работа, как с любым партнером, как с любым РНП, как с любым сотрудником, да, ты можешь уволить его, ты можешь с ним поговорить и попытаться что-то поменять, но у меня всегда был подход что-то говорить и улучшать, не думая, за то время, когда я был председателем и со всеми участниками, вот, от кого зависел результат, говорил, и мы улучшали наше обслуживание, да, насколько это было возможно в тех ситуациях, из-за этого, ну, уволить, как-то нельзя казнить и помиловать, ну, куда поставить запятую, да, но здесь нужно говорить по конкретной адрес, да, и с ними решать вопрос, вот, раз слушатель дозвонился до нас, тогда он может обратиться к Сергею, к эксперту, и Сергей разберет уже более детально эта ситуация. Спасибо, у нас еще один звонок, здравствуйте. Алло. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Добрый. Немножко резонуло слов, пока я ждал включения, немножко резонуло слов в ответ вашего гостя на радиостанции о том, что если вам не нравится, меняйте клиента. Нет, это неправильно, это в корне неверно. Если есть нарушения, если есть фирма работает не по стандартам определенным, причем здесь менять, надо менять без упреков пользователя, менять поставщика данной услуги. Вот кого надо менять, поставщика, и менять не людям, а менять государству. Значит, соответственно, он не соответствует стандартам Латвии. Точно так же, как и с Филтумс. У меня вопрос. С Филтумс, то есть вода, чистота воды, это лицо государства. Почему в Германии там идеально? Там нету ни у кого даже понятия о том, что можно воду не пить из крана. У меня следующий вопрос. Если я включаю один раз, течет ржавая вода, включаю через какое-то время еще, течет вода, вижу, не питьевая. Если ли возможность вызвать службы, которые бы хотя бы за месяц перевела воду питьевую в разряд технической. Потому что, когда я вижу такую воду, то у меня пропадает желание на полгода. Я иду в магазин или где-либо, я воду питьевую обязательно из магазина или где-то, да, то есть или родник, или магазин. но сам факт, можно, могу ли я добиться в случае плохого качества воды перевести в разряд технической воды, то есть в два или три раза дешевле. Спасибо. Могу попытаться ответить. Во-первых, я призывал менять поставщика, а не кого-то другого. Наверное, не расслышали. Действительно, я сказал, что у каждого дома есть возможность самим менять поставщика по своему требованию. Я не говорю, что мы должны работать. Мы должны просто принять решение и поменять поставщика в услугу. Это первое. Второе, относительно воды. Вода обычно идет за гвиле. Во-первых, я хочу защитить, по крайней мере, вода от водоканала на сегодня веке очень чистая сама по себе. Но бывают два момента, когда производятся ремонтные работы внутри дома и когда производятся ремонтные работы водоканали. В этих случаях поднимается ржавчина и загрязнение. Очень муть такая. Как можно бороться с внешними? В определенной степени можно бороться, установив внутри дома большие фильтры. Допустим, в домах моего кооператива стоят специальные фильтры, которые чистят эту воду и в какой-то известной степени мы защищаемся от внешнего этого воздействия. Если в доме, внутри дома ведутся ремонтные работы, неизбежно, что в какой-то момент будет идти вода. Если вода идет мутная, долго, несколько часов, мы делаем просто. Берем образец воды, составляем акт о том, что из водоканала поступает такая вода, передаем в лабораторию и фиксируем время, в течение которого поступает мутная вода. Как правило, водоканал потом пересчитывает. Здесь нет проблемы, здесь надо работать. Составляется акт, идет мутная вода, берется образец, передается в лабораторию, водоканал и выставляется претензия. Никаких проблем здесь я не вижу, нужно просто работать. Еще один звонок, здравствуйте. Вот по поводу того, что, значит, по суку там вызывать полицию, да вот упал наркоман, это Грегора 4, приехала муниципальная, они также запарковались на этом, на скверике, и они этого наркомана, ни они документы смогли проверить, ни они его смогли посадить в машину куда-то отвезти, так он лежал, потом поднялся, просил, просил прощения, простите, ну простили, а он здесь не жилец, он, как сказать, снимает, даже за квартиру не платит, и машина ставит безобразно тоже, ну и другие, и вот докуда будем работать, это же европейская столица, культурная Рига, да, по стуку, а по электронному нельзя работать, поставить видеокамеры, а то вот смотрите, расстреляли и поехали, и нигде их не зафиксировали, не зафиксировали никакие видеокамеры, и вот габаритный этот вот отход, да, ставят вокруг мусорника, на деревья опирают, когда Рига создаст вот эти площадки по приему габаритного этого отхода, да, диваны там прописанные, спасибо, вот так надо работать как-то. Прямо внимание, что еще можно сказать, здесь спектр вопросов, но они, к сожалению, не относятся к дому управления, скажем, не работа с полицией самоуправления, не способ сбора пропагандов этапов. Да, тут еще звонок, здравствуйте, пожалуйста. Я на минуточку, вот по работе с Филтамс сервиса, вы знаете, мы впервые за многие годы довольны этой компанией, мы так замучились с Рига с Филтамс, сейчас очень довольны. Да, это я могу подтвердить, когда вот начали разбираться там во всем и так далее, и тогда поступали 50 на 50 информации от жителей, просто та информация, которая негативная про все эти перемены, она была громче, но там множество информации поступало за то, что каким образом люди тоже были недовольны в предыдущие периоды до Филтамс сервиса. Ну, здесь вопрос, просто то, что во всем городе поменялась эта система, и было множество недовольных, и они были намного громче, конечно. Еще звонок, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. У меня вопрос к господину Сидорко, поясните мне, пожалуйста, такую ситуацию. Ну, это дом, Слава 13, там, ну, мы взяли сделать ремонт, родители там пользовались в ванной комнате, а там стояк не менялся 41 год. что нам в этой ситуации делать? Принципиально есть два решения вопроса. Первое, это потребует от управляющей компании провести технический осмотр этого стояка, и при необходимости на 41 год, это уже явно что-то требуется, необходимо потребовать, чтобы они заменяли. Это вполне возможно. Единственное, что я бы сказал, что сразу решайте вопрос, чтобы вам меняли не только в пределах вашей квартиры, но и прошли через перекрытие в Верхийной. Не знаю, тем более у нас 9 этаж. То есть, да, ну, там надо смотреть откуда и куда, но, в принципе, если у вас заканчивается горячая вода, вряд ли у вас заканчивается одним этажом холодной может заканчиваться в 9-м. Это тоже верхний разлив. Нам нужно обязательно при наличии пройти через перекрытие. Советовал бы сразу еще договориться с управляющей компанией поменять экономизационные стояки, потому что они тоже независимо от их состояния, они уже скоро закончатся услугами. Это первое, второе, если они отказываются, вы можете вызвать их у строительного инженера, он составит акт о том, что эти трубы непригодны к эксплуатации, поменять их за свой счет и применить счет домоуправления. А это нам надо делать персонально или это нам надо какой-то совет дома собирать, подпись? Вините, для того, чтобы сделать, если признается положение трубы, состояние труб вашей квартиры непригодного эксплуатации, это можно менять на вашем участке и не надо никакого общего решения. Если вы хотите, чтобы поменять значительно большую часть, конечно, дом должен принимать решение о финансировании этой работы. Она необходима, но решение должно быть о том, чтобы дом выделил финансы. и следующее, вот примерно таким образом вы можете решить. Вопрос номер два. Нас обслуживает Ригас, нам порвал этот дом, и вопрос номер два, вот эти отчисления ежемесячные по поводу, не знаю, не помню, как называется, страховые или там предвиденные расходы. Это накопительный фонд. Накопительный фонд, да. И там не делал косметический ремонт с 1986 года. Опять-таки, понимаете, они собирают какие-то деньги, Ригас, нам порвал не собирают какие-то деньги, но они ограничены в тратах, ограничены в первую очередь тем, что для каждого вида работы нужно объявлять конкурс, соответственно, они находятся в таком состоянии, либо они должны придумать, что мы будем делать в следующем году, объявить конкурс, после этого предлагать жителям. Жители не утверждают эти работы, конкурс проходит мимо кассы, и ничего не происходит. Поэтому в данном случае, если вы считаете, что вам нужно сделать косметический ремонт, нужно собранное дом, на котором в протоколе указать, что мы просим Вигас на паровникс, или требуем, подготовить техническую документацию, смертную документацию на косметический ремонт, обознать, что именно вы хотите, окна поменяете, не меняете, утепляете, не управляете. Окна поменены. Ну, я могу сразу сказать, что косметический ремонт, эта штука сегодня достаточно дорогая, не несущая за собой ничего, кроме эстетического удовольствия. Вот замена стояков это гораздо более, скажем, важнее. Остый вопрос, потому что если зальет, то мало не покажется никому. Это раз, а во-вторых, виноваты будете вы сами, потому что ремонт стояков, решение о ремонте стояков находится в вашей компании. Поэтому ситуация так и сложилась, что мы боимся даже потрагиваться к этим стоякам. Ну, правильно, но я еще раз говорю, что вы можете в пределах одной квартиры решить именно таким образом. Вызвать специалиста или из дома управления пусть он составит акт о том, что это годно или негодно эксплуатации. Тогда если застраховали свое имущество и свою гражданско правовую ответственность, а дальше ну если рванет, значит будет отвечать дома управления за все, если оно дало такое заключение. Либо сами вызываете строительного инженера по закону вы можете сами заниматься необходимыми ремонтами, потом предъявить на общую часть имущества, если это доказано, что это необходимый ремонт, вы можете предъявить еще одно. А строительного инженера каким образом можно вызывать? Это какой-то фирмы? Вы знаете, может быть, это уже вне эфира, найдите, БАК-2 наберете в интернете в гугле, вы найдете мои контакты. БАК-2 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 для вывоза мусора поставила прямо под окнами дома, ссылаясь на то, что им некуда больше ставить. А есть ли какие-то правила у нас, как далеко должны быть расположены контейнеры с мусором от дома? Или они могут прямо под окнами дома стоять? Спасибо. Ну что, наверное, этот вопрос мы тогда... Я отвечу так, все зависит от того, какой частный земель вам принадлежит. Когда принималось решение о том, чтобы убрать мусоропроводы, никто об этом не думал. Сразу вам скажу, потому что у меня такая же ситуация с девятиэтажными домами. С фасадной части там здесь можно поставить вперед. Да. Ну, мы, наверное, все-таки продолжим действительно отвечать на вопрос слушателей уже в следующей программе. Сергей Сидорко и Артс Гонтарев были в программе «Добро пожаловаться». Всем спасибо. До следующего понедельника. Всего доброго. До свидания.